здравствуйте дорогие друзья в одном из прошлых фильмов мы рассказывали о парке в городе озерске челябинской области где по нашему мнению в прошлом располагался старинный карьер по добыче гранитных блоков эта тема вызвала вопрос о том каким путем перемещались и для каких целей использовался добываемый там камень естественно привлекла внимание гавань в северной части парка ссылка на фильм про парк находится в описании хочу еще раз выразить благодарность нашему единомышленнику из города озерска за подготовку этого материала особо хочу подчеркнуть что доклад представленный им не является диванной аналитикой он профессионал в своем деле и обладает необходимыми знаниями и инструментами и все представленные далее места исследовал он лично кратко официальной исторической справки сегодня не будет так как мы рассмотрим несколько озер в челябинской и свердловской областях а официальная точка зрения на все рассматриваемые объекты едино это все природное образование но так это или нет решать вам мы же только покажем то что есть действительности обратите внимание на первый залив на севере парка карьера в котором расположен современный порт особо прошу заметить козий остров который являясь неотъемлемой частью старинного порта сам по себе является очень интересным местом далее мы его рассмотрим подробнее а пока давайте рассмотрим общие характерные особенности первого порта на озере иртяж первое ландшафт местности плавно понижается к северо-восточной части парка карьера выходя практически к уровню воды здесь нет высоких скальных выходов это удобно для погрузки гранитных блоков второе две дамбы общей протяженностью около 620 метров третье наличие прямолинейных участков почти по всей береговой линии залива удобно для причаливания четвертое наличие спрямленных участков береговой линии по бокам от порта пятое выступающие озеро козий остров на которой опираются дамбы имеет обработанные боковые стенки полученные отпиливанием лишнего в кавычках гранита то как сегодня выглядит залив и порт на севере карьера вы можете видеть на этом слайде стороннему человеку впервые попавшему в эти места с первого взгляда действительно трудно догадаться с чем мы имеем дело в реальности по большей части старые причалы молы и пирсы выглядят как совершенно природные объекты покрыты осадочными грунтами заросли лесом а акватории портов изолированные от проточной воды озер превратились в болото на этом слайде мы видим линию отпила блока у одной из стен острова козьего а здесь стена острова созданы отпиливанием лишнего в кавычках гранита второй залив порт расположен на западе парка карьера здесь мы также видим дамбу и выровненную береговую линию его характерные особенности первое наличие дамбы протяженностью около 200 метров наличие спрямленных участков береговой линии примыкающих к дамбе с юга и востока следует отметить что кроме указанных участков в данной гавани больше нет прямолинейной береговой линии в этом отличие первого и второго портов 3 общий подход конструкции обоих портов и одинаковая степень сохранности данных инженерных сооружений позволяет сделать вывод о том что возможно создавались одни примерно в одно и то же время и одними и теми же строителями на основании сравнения конструкции обеих гаваней выявились общие черты подобных сооружений а прямолинейные участки берега б наличие дамб моллов вот так сегодня выглядит залив порт на западе парка карьера акватория порта здесь не заросла так как в 50-е годы двадцатого века она подвергалась чистки также видим направление притопленной полуразрушенной дамбы основание дамбы выступающие в озеро земля в левой части снимка на заднем плане покрытую водой часть дамбы выдают корни деревьев в воде и на переднем плане птицы стоящие на грунте находящимся совсем рядом с поверхностью воды справа на мысу ротонда в народе курчатовская беседка символ города озерска третий залив расположен у насосно-фильтровальной станции на северо-востоке парка карьера рассмотрим признаки обработки береговой линии у третьего залива первое ряд прямолинейных участков берега пурпурные линии возвышенности на дне ниже уровня воды контуры которых указывают на искусственное происхождение в прошлом этих элементов ландшафта желтые линии а дамба б мол с островом в пирс третье небольшой водоем с прямоугольными стенками на этом слайде показан срез породы на берегу залива у насосно-фильтровальной станции на камнях мы видим следы возможной обработки скал плоскость вероятного спила камня расположена поперек направлений поверхности естественной слоистости гранита гнейсов четвертый залив расположен к северо-востоку от детского оздоровительного лагеря отважных первое береговая линия состоит из прямолинейных участков второе присутствует дамба третье есть возможные следы работ по углублению дна пятый залив порт расположен к северо-западу от детского оздоровительного лагеря отважных здесь мы видим все те же признаки искусственных объектов береговая линия состоит из прямоугольных участков присутствуют две дамбы в порту два острова с гранитными основаниями квадратной или прямоугольной формы на конце дамбы номер один островок со следами строительной деятельности дамба номер два перекрывающая вход в порт является кольцевой дамбой в прибрежной полосе первой дамбы соединяющей остров а с берегом присутствует немало обломков гранитных блоков со следами обработки степень эрозии зачастую очень сильна на поверхности острова имеется масса сильно разрушенных гранитных осколков расположение которых указывает на то что в прошлом они составляли блоки в виде параллелепипедов на острове много камней с пропилами след искусственной обработки гранитного блока проходящий поперек поверхности естественной слоистости камня это результат отпиливания лишнего гранита показан стрелкой на фото вывод дамба 1 и остров а расположены в пятом заливе на северо-западе от детского лагеря отважных содержат целый ряд признаков того что они являются полностью или частично инженерными сооружениями призванными закрыть с севера вход залив и возможно использоваться для установки каких-либо объектов шестой залив выдают берег у западной границы города озерска береговая линия в районе западной границы город озерск изобилует прямолинейными участками складывающимися вполне смысленно с образованием заливов которые было бы удобно использовать для стоянки судов вход залив демонстрирует симметричную конструкцию из двух г-образных изогнутых молов с углубленным симметричным участком акватории между ними и прямолинейные стенки с обеих сторон 7 залив расположен рядом с улицей иртяжской и пляжем дальний общие особенности береговой линии озера иртяж в пределах города озерска все заливы на обследованной территории имеют ряд общих особенностей первое прямолинейные участки береговой линии внутри заливов и на подходах к ним во многих случаях несут следы вероятной обработки естественная эрозия зачастую затрудняет однозначную идентификацию рукотворного вмешательства второе наличие молов прикрывающих вход во внутреннюю акваторию третье в ряде случаев мол прикрывающий вход в залив соединяет берег с вынесенным перед заливом небольшим островом форма которого полностью или частично определяется рукотворным вмешательством четвертое внутренне прямолинейные участки береговой линии сопрягаются таким образом что создают участки акватории правильной формы и береговую линию удобную для стоянки судов пятое присутствуют участки дна несущие следы работ по его углублению особенно во входной части порта как правило такие участки имеют правильную форму чаще прямоугольную для сравнения на этом славе показаны примеры современных морских портовых сооружений поэтому принципу устроены все порты как речные так и морские например таганрогский порт на основании анализа данных обследованных объектов на берегу озера иртяж и рассмотренных примеров можно сделать следующие выводы первое все рассмотренные ранее участки береговой линии озера иртяж вероятно являются портовыми сооружениями второе отсутствие какой-либо информации о том кто для какой цели и в какое время строил эти порты а также сильнейшая эрозия горных пород складывающих берега озера иртяж и в обработанном виде являющихся стенками портовых сооружений может говорить о том что возраст этих сооружений весьма велик возможно он измеряется многими столетиями а то и тысячами лет третье столь плотное оснащение береговой линии озера иртяж портовой инфраструктурой может говорить о том что поблизости мог находиться весьма крупный населенный пункт и или промышленный центр нуждающийся в водных перевозках и развитой логистики на этом слайде можно видеть примеры современной модификации береговой линии в пределах зато город озерск это пристань напротив яхт-клуба и парусной школы а это набережная в начале проспекта ленина протяженностью около 100 метров на этом слайде мы видим причалы погранотряда города озерска у входа в порт на северо-западе парка карьера современные сооружения не сопоставимы по своему масштабу с древними также на озере иртяж имеются другие старинные гидротехнические сооружения например юго-восток озера дамба у истока реки теча это дамба перекрывавший слив из озера через речку теча данный слив в прошлом являлся единственным сливом воды из озера сразу хочу отметить что здесь и далее очень часто возле старинных затопленных дамб мы будем наблюдать современные гидротехнические сооружения регулирующий уровень воды в водоеме особенности географии района первое наличие прямолинейных участков береговой линии в том числе сопрягающихся под углом 90 градусов которому направлен один конец дамбы второе кольцевая дамба протяженностью около 1400 метров с помощью которой удобно управлять уровнем воды в озере после того как стало ясно какому участку берега дамба подходила своим западным концом возникла мысль проверить это место на предмет наличия там каких-либо следов строительных конструкций выполненных в духе создателей гранитного карьера в парке территория отмечены выше как район развалин то есть место куда должна была приходить дамба покрыта обломками каменных блоков некоторые обломки имеют масса порядка 1 полутора тонн искусственное происхождение обломка на данном слайде очевидно еще один камень имеющий явные следы рукотворного вмешательства часть обломков скрыта под землей в том числе и ниже уровня воды в озере расположение дамбы в озере и обломков прибрежной зоне может говорить о том что в прошлом когда кольцевая дамба выполняла функцию регулировки уровня воды этот уровень был ниже чем сейчас а а сооружение или сооружение обломки которого показано ранее находились на суше у берега дамба имела смысл лишь в том случае если имели место шлюзовые сооружения позволявшие регулировать высоту воды в озере однако нет никакой информации о существовании когда-либо ранее таких инженерных сооружений на иртяше также как нет никакой информации о существовании на берегу поблизости сооружений из каменных блоков массами по несколько тонн при этом в годы предшествующие строительству химического комбината маяк уровень воды в озере был ниже а дамба уже была разрушена и ничего не регулировала но возвышалась над водой и использовалась для передвижения между поселком старая теча находившимся у ее западного конца и территориями к востоку от артяжа будучи известным народе как старая дорога логично предположить что время создания дамбы соответствует времени создания карьера но требуется дополнительные исследования не трудно заметить что материал из которого сделано большинство блоков это брегчая состоящая из связующей породы и распределенных в ней разноформатных кусков хлоридовых сланцев с обильными включениями кристаллов гранатов меланитов такими сланцами сложен окрестные скалы однако вмещающая порода рядом не встречается это парфирит и консультация у геологов восточноевропейского научно-исследовательского проектного института энергетических технологий в НИПЕЭТ подтвердила это данный материал больше походил на бетон составом порфирита забутованный обломками хлористых сланцев в пользу бетонной версии говорит тот факт что нигде в рамках блока включение не выходит за пределы поверхности блока и не имеют следов распиливания такое возможно при заливке смеси в опалубке иногда встречаются куски блоков целиком состоящие из такого порфиритового цемента без забутовки такие монолиты даже будучи разбитыми на куски имеют не плоские но ровные и гладкие поверхности почти не эрадированные материал чрезвычайной прочности возникает вопрос какая сила разбила на куски здания построенная из такого материала теперь давайте рассмотрим гидротехнические сооружения на других озерах челябинской области кольцевая дамба разделяет озеро силач и озеро яргалды это дамба в южной части озера силач имеет длину около 1100 метров официально это конечно же природное образование его характерные особенности береговая линия с одной стороны выровненная под прямым углом правильная кольцевая структура имеющая одинаковую высоту и ширину по всей протяженности третье наличие буферного водоема озера яргалды четвертое наличие на южном берегу этого озера слива для воды на этом слайде мы видим дамбы на озере и ткуль здесь присутствует интересная двойная комбинация признаков в южной части озера регулировавших уровень воды первая кольцевая дамба в южной части озера и ткуль имеет длину видимой части около 450 метров вторая кольцевая дамба около 300 метров характерные особенности первое береговая линия с одной стороны выровненная под прямым углом имеются также другие прямолинейные участки берега второе правильная кольцевая структура имеющая одинаковую высоту и ширину по всей протяженности третье наличие буферного водоема между дамбами четвертое к югу от дамбы в озеро впадает река шардатма следующая дамба на озере синара в озеро впадает несколько рек вытекает река синара в южной части озера особенности берега у истока реки синара первое наличие прямолинейных участков береговой линии сопрягающихся под углами близкими к 90 градусам второе вероятные остатки дамбы на углу одного из таких участков третье единственный исток из озера река синара расположен именно в этом месте и возможно регулировался в прошлом дамбой остатки которые видны на спутниковом снимке дамба на озере багаряк что в свердловской области обращают на себя внимание его западные северные берега они неровные но в целом весьма прямолинейные можно предположить некоторую преобразовательную деятельность в прошлом южный берег озера определенно состоит из участков подвергавшихся когда-то обработке несет вполне отчетливые следы рукотворного вмешательства особенности берега у истока реки багаряк вытекающие из озера первое наличие спрямленных участков берега второе наличие дамбы часть которой сегодня находится ниже уровня воды третье наличие буферного водоема между дамбой и истоком реки четвертое сток воды из озера в реку багаряк когда-то регулировался дамбой теперь давайте рассмотрим следы гидротехнических сооружений на озере узункуль который находится в 12 километрах севернее челябинска это бесточный водоем география местности предполагает что в прошлом узункуль соединялся с находившимися рядом озерами сарсанги и теренкуль спутниковый снимок показывает что береговая линия озера на разных исторических этапах могла претерпевать различные изменения особенно привлекают внимание северное и южной оконечности озера фото 1 северный берег озера узункуль открывает следы старой береговой линии и возможного соединения озера с другими водоемами фото 2 вероятные следы дамбы на севере озера на этом слайде приведены примеры возможных рукотворных объектов на различных уральских озерах и так выводы первое наряду с портами озера иртяж а также на других озерах урала имеются сооружения предназначенные для регулировки водного режима озер они как правило построены по определенной схеме а береговая линия вокруг места впадения рек в озеро или истока реки из озера состоит из спрямленных участков б это место отделяется от остальной акватории озера прямолинейной или кольцевой дамбой как правило образующий небольшой своего рода буферный водоем между озером и рекой в как минимум один из концов дамбы опирается на близкий к прямому угол между двумя прямолинейными участками берега второе все представленные примеры преобразовательной деятельности на водоемах урала демонстрируют единство применяемых инженерных решений схожую степень сохранности или разрушения а значит логично предположить что создавались они примерно в одно время и в рамках одной культурной строительства третье судя по состоянию сооружений строились они чрезвычайно давно а уровень воды в озерно-речной системе урала был в то время несколько ниже на метр полтора что в свою очередь подтверждает нашу версию более теплого климата в прошлом четвертое существует еще масса следов преобразовательной деятельности на урале и в других регионах нашей страны говорящие о пребывании когда-то на этих территориях технически весьма высокоразвитой культуры это был доклад нашего единомышленника из закрытого города озерска за что пользуясь случаем еще раз выражаю ему огромную признательность друзья пишите ваши мысли в комментариях здесь на самом деле есть что обсудить так как эта тема тесно увязана с остальными темами которые мы разбираем на канале а на этом я с вами не прощаюсь самое интересное еще впереди благодарю за то что досмотрели этот фильм до конца всего вам доброго до свидания